С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти Иерусалим и много пострадать от старейших первосвященников и книжников, и быть убитым и в третий день воскреснуть из мертвых. Слова такие простые, пока не задаешься вопросом. С того времени начал открывать. Речь-то идет к тому, что завершается уже скоро миссия Христа, а ученики все еще не верят. Дунул Духа Святого. Помозания-то не было. И они не понимали самое главное. Гонялись только за тем, чтобы исцелиться. Чудеса. Бурю утишил. Десноватых лечил. Ну и постоянно Господь был с ними. Они знали защиту. Ни враг их не тронет. А главное, все еще где-то там. Вот это состояние сегодняшнее. И в третий день воскреснуть. Вот мне кажется, что это непростые слова. Один день у Бога как тысяча лет. Я стал размышлять и гляжу. Принесли нам из Греции. Ведь христианство-то совершенно ущербное. Если они приехали, было под водой у них с собой. Я не могу сказать. На ладье плыли, ясно. Значит, там лари были обязательно с ладаном, с особыми углями. Вот эта вся амуниция. Это все надо. Но главное, это Евангелие-то. Вопрос-то сразу не стоял. Как перевести? Как в глубинку, чтобы это достигло? Чтобы люди уверовали во Христа? Ну, они же считают веру его единого Бога Отца и чая в воскресенье мертвых чаю. Ты пойди к старообрядцам. На полном серьезе спорят, будет чай подавать или нет при воскресенье мертвых чаем заваривать. Чай. Люди-то вообще ничего не знают. Но отложим по печенью. И стоят под печенюшкой откладывают. Отложим. Но написано, говорит. И пишут-то не какой-то выдумышек, а священник. До того удивился в новом храме пачка печенья. Что означает? Но отложим по печенью. Мы же поем. Заботы никакой не должно быть у верующего. И вот один день, как тысячелет. И я подумал, не в третьем ли тысячелетии, в третьем дне Христос воскресает и начинает открывать. Две тысячи проспали. А в третий день воскреснет Христос. В третьем тысячелетии. Как раз в третьем тысячелетии. И никогда так бурно не развивалась евангелизация. И секты-то эти, они тоже для чего-то есть. И коммунизм-то пришел не случайно. Главное назначение, я думаю, коммунистов было разрушить ложные религии. Это главное. А остальное попутно убивали, уморили голодом по стране. Это потом пришло. Бог желает на новом месте строить. Мы говорим, как хорошо, что апостол Павел уверовал, сам уверовал. А ты посмотри, какая была перед этим прелюдия. Кем он был? Фарисеем. А что такое фарисеи? Почему они их не упоминают в Советском Завете? Да к нему он в синагоге. Он не при храме служил в синагоге. А почему о синагогах не упоминаются? Вопросы-то идут. Оказывается, синагоги и фарисеи появились после пленения, когда храм был разрушен. Евреи пошли в плен. И в плену они поняли, что мы сделали. Вот плач Еремии. Он говорит, мы отступили тебя, мы оставили слово твое. Они не могли этого понять, пока Бог не отнял храмы. И в России нельзя было понять, пока эти храмы стояли, пока монастыри, они все еще за голову мертвые какие-то хватаются. А когда Бог откроет глаза, скажет, голова какого-нибудь была, перестемлянина, может, с которой приезжали, они умирали, около нее стояли здесь. Хватали благодать. А хочется благодать получить у мертвые головы. Ведь это 3000 лет, 2000 лет погружались во мрак. Религия заблуждения, религия мрака. Если бы они привезли Евангелие, Библию раздавать, да они сказали, что что нового там? Во время перестройки тут баптисты, Гедеоновы, братья, везде раздавали машинами на стадионах. То есть опередили, и мы опять сзади остались. Нам можно только охать и ахать сегодня. И теперь он стал им открывать. Мне, говорит, пострадать должно, и дальше перечисляет кого? Религиозных руководителей. Пока не исследуешь, почему и говоришь, что исследую. А исследования показывают. В Салон 26, 10 стих. Почему люди оставили меня? Господь говорит. Да вы это понимали. Отец мой и мать меня оставили. Но Господь примет меня. Вот о чем надо заботиться. Брошенная жена. Под старость дети из дома тебя вытолкнут. Квартиру тебя будут отнимать. Но Господь примет меня. Ты понимаешь, ты не впадай ни в отчаяние. Ты просто надейся на Бога. Сложи руки, подними вверх, встань на колени и скажи, Господи, я жизнь жила не знала тебя, благодарю тебя. Бог посещает тебя через сына. Ты привязан к квартире. Ты вовремя ее не пожертвовал для верующих. Бог ее отнимает. Вот и все. Ты по-другому начни рассуждать. Я не знаю конкретно о ком, но Бог так делает и убирает. А вот когда появились синагоги, везде стали учить. Притом храм был один, а синагог было много. А синагоги начали привлекать тогда уже к себе людей. А этот сотник римских построил нам синагогу. То есть обращение было. До этого у евреев, когда беда какая-то случалась, во время беды кто-то прислонялся. Как считаем, иудеев, там Ахиор обратился и стал иудеем. Понятие какое. Он не национальность переменил, а веру переменил. Псалом 40-й 10-й стих. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, он поднял на меня пету. И у Иоанна 13.18 об этом говорится. Если самое близкое поднимается на нас, то утешение одно в Господе, в Его тридневном погребении и воскресении. И Он примет тебя. Если ты в жизни испытывал только сладости и радости, этот стих прошел тебя мимо. Я испытал многократно. Близкие люди, которые ходили ко мне в дом, пили и ели. А потом подняли пету. Я после встречаю, ты мне конкретно скажи, что нас разделило с тобой? Он меня не знает. Ну ты сегодня тогда примирись. Да нет, я уже там нашел такое общество. Что нас разделило? Я на совершенно серьезное говорю. Я даже понять не могу. Ну в чем я тебе послужил соблазном? Да нет, я не из-за вас ушел. Ты что нашел лучшее? Нет, пошел в септу. Как это можно было так? Столько иметь, слушай. Вот слово старейшины. Скажи, ты слышишь, написано, и должно быть ему предано старейшинами на первом месте, первосвященниками и книжниками. Кого ты можешь назвать старейшиной? Так а разве в Библии есть? Для сведения. 215 раз упоминается. 215 раз, а мы ни разу не можем вспомнить. Где, какие старейшины-то. Вот такое наше исследование. Да 215 раз, это много. Мы просто не знаем, что такое считать. У меня парень один был, знаешь, было там 2 миллиона, я говорю, ты понимаешь цифру 2 миллиона? Да, знаю, в 8 классе учатся. И ты можешь досчитать, да, могу. А за сколько засчитаешь? За час. За час, до 2 миллионов досчитать. Давай так, 100, полоску ставь, а дальше еще 100. Ну, если ты не прочитаешь, выйдешь перед народом, перед лагерем, скажешь, что я математику знаю плохо, я люблю врать, прибавлять, а он любит много рассады. Нет, я не согласен. Ну, давай. Поставил перед ним счеты, сели рядом, до 100, до 200, несколько тысяч просчитал, час прошел. А до миллиона ты знаешь сколько? Давайте переумножаем. Мы когда умножили, ему тут надо засохнуть и в лагере у меня жить целый месяц. Он ничего не понимает, человек. Бог открывает тайну нам через Священное Писание. Старейшины были. Если говорится, что 215 раз, 215 раз Бог подготавлял старейшин, то не для того, чтобы предавать Христа. А кто такие старейшины? Старейшины это люди, которые получили это звание для того, чтобы наблюдать за народом, быть старшими, быть авторитетными. У еврейского народа были старшины. К ним люди приходили защитой, прося защиты. Они удерживали власть и после пленения, даже в плену ее не потеряли. Священники потеряли, первосвященники потеряли, а они не потеряли. Где у нас встречается? У нас, по словам старейшина, прям перевод дается, это пресвитер, батюшка. Батюшка у нас старейшина. Старейшина. Так вот, если там старейшины поднялись и предали Христа, то сегодня-то нигде так Христос не предается, как в церкви с священниками. Где священника нет, вот наши братья ездят, одна приходит, а я не ходила никогда в храм. Приятно с ней разговаривает, она берет, считает, вопросы задает, а которая была в храме, они не могут ничего сделать. Их воротит то, что они уже здесь видели. Они к этому прилепились, их нельзя отодрать от этого. Задача старейшин была в том, чтобы привести людей в послушание к Слову Божию. Учить их добру. Вот слово первосвященник. Ну, это тоже слышали о первосвященниках Каиапа. 182 раза Библия говорит об этом имени. По-нашему, это патриарх, папа римский. Люди избирали из своей среды, ну, левей на колено, конечно, они должны были вести себя, как все. Написано, будьте чисты, очиститесь. Дальше идут старейшины, потом священники. Ну, из них там уже дальше и первосвященника выбирали. Человек отделенный. А потом это должное сделалось продажное, они продавали ее на год. Как вот уполномоченные по религиозным культам были. Кого хотели, смещали, епископов, священников. Вторая книга про репоменон, 31-17. Говорится, что стали ставить не с 30 лет, а с 20. И одного первосвященника, патриархи, 17-летнего поставили. Эту должность буквально смешали с грязью, как папу одного римского, 13-летнюю мальчишку поставили. Их меняли, практически, говорит, каждый год. Вот и бывало даже по два первосвященника. Хотя вначале он пожизненно на этой должности был. Они должны были учить народ. Должны были людей приводить к познанию Божию через Слово Божие. Чтобы люди на слух уже воспринимали, это говорит Бог. А первосвященники людей отводили от Бога. И вот через три дня, как они меня убьют, я воскресный. И Господь начал открывать. Когда Господь открывает сегодня людям? В какое время? Вы попробуйте поговорить с теми, которые, ну, около храма, кто принимает крещение. И задавайте вопросы по Писанию. Практически ни один вопрос люди не могут ответить. А они должны перед крещением пройти уже были через Стеца, Диаконов, Тресвитера, Старейшину, первосвященника. Что их тут еще? Должны были. Книжника. Это они должны были люди до крещения всех пройти. Они не знают. С кем познакомились? Знакомились? Тоже не знают. Пяти раз Старейшина ходили по домам. Узнавали нужду. Помогали. Вот Старейшина у Менонитов работает. Даже Мормоны. И у них Старейшина работает. У нас. И они так называются Старейшинами. Которые у них были. Он так говорит, я говорю, Старейшина у них был. И все нужды знают, да. У нас вообще не знают. Вот сегодня зайдите и спросите, кто больной, где он. У нас еще знают. Чего батюшка звонил. Подъезжает бы дому. Какие дела? Что тут у вас? Ну все хорошо. Занятия возобновленные. Рассказал, кто болеет. Кому операцию сделали. Он в курсе дела. Что делали книжники, которые распяли Христа? Они заботились о том, чтобы люди знали Писание. Я как-то одно время объяснял о книжниках. Говорил, что у них такие были добавки. Это называется у них Мишна. 613 заповедей. 248 заповедей были позволяющие. И 365 заповедей воспрещающие. И до слуха каждого человека они старались это донести. Мысль-то вообще очень хорошая. Это каждый учитель должен этим заниматься. Вот это Мишна. А на эту Мишну еще и Егемару наложили. Это называется завершение в переводе на русский язык. О том, чтобы разъяснить правильно толкование. Это очень похоже на наши святые отцы. Да еще и даем комментарии как. А вместе, в совокупности, Мишна и Егемара составляют Талмуд. Ну а про Талмуд-то мы уже слышали. Назначение его какое? Людей привести к полному познанию Священного Писания. Получилось так, что Талмуд делался настольной книгой иудеев по сегодняшний день. А что в Писании, говоришь, он даже не слышит. Талмуд. Это чисто православный вид, и мы же оттуда взяли. Что бы ни слышали, а Серафим сказал, а вот я на Кронштадте уехал. Библии вообще нет. А Библии зачем? Баптисты какие или что? Но все в Библии написано от первой строчки до последней говорит о Христе. И когда Господь начал открывать эту истину, мы должны применить это к себе. Ходил с ними вместе и стал вдруг говорить о воскресении. Почему он раньше им не открывал? Они были совершенно неподготовлены. А с какого момента? Речь идет в 16 главе, 17 преображение. О преображении. Когда Господь сходил в горы преображения, он еще запрещал говорить о том, что они видели. Мы теперь возвращаться на то место не можем, потому что Дух Святой уже сошел. И когда встречаемся с людьми, ну в первую очередь о чем нужно сказать? Ясно, что о Христе. Конкретно. Бог есть Творец. Он сотворил этот мир. И мир этот временный. Мир этот ветшающий. Он заканчивает свое существование. Бог не оставил этот мир погибать. Он его обновит, а как в огне, а люди на землях сидела, на ней сгорят. Примерно, к ангу проводите. Что? Христос приходил на землю. Приходил. И все пошли. Нет, не все. И теперь, когда будем проповедовать, не все пойдут. А почему? Вопрос никогда не ставим. А почему он три дня был? А не так, чтобы похоронили, и сегодня он воскрес? Вопрос-то даже никто так и не ставит. Зачем эти три дня-то нужны были? В каком томлении были ученики? И ученики-то ничего не задают. Они не имели помазания. Они не понимали. Верующий задает. Потому что Христос перешел в иную сферу. Эти три дня. Ну, три дня это... Там два дня-то фактически столько было, а третий только коснулось. Даже двух суток не было. Распяли его, считаю, там оставалось два часа. Пятница сходил. Полностью суббота, воскресенье, может, один час. Там полтора суток даже не было. Но захватило все-таки три дня. Он сходил в преисподние места земли. И Он там проповедовал. Он там возвещал истину. Поэтому ожидавшие Христа получили прощение. Они ждали Его там. Христос открывал ученикам о том, что Ему должно быть убито. Дальше ничего не говорил. И в третий день воскреснуть. Господи, ну, если ты... Мы слышали, Иллисей, когда был уже умерший, лежал и бросили тело, коснулось. Оно воскресло. Иллия воскресал. Иллия воскресал. А дальше... А дальше все эти люди умерли. Мы, христиане, должны перешагнуть через все это и сказать, Христос не умер. Как Павел говорит, Он никогда уже не умирает. И Он сошел в преисподние места земли. То есть Ему и вышнее, и нижнее покорно. Ему поклонятся небесные, земные и преисподние. Мы всем, кому говорить, говорим, должны показать великую власть Христа. И в третий день воскреснув из мертвых, Он уже, как говорится, Ему с этой властью восходить пришлось. Когда Он был на земле, был в преисподних и теперь идет на небо. Это Ему дал Отец Небесный. Страдания Христа за грех каждого человека. Православие вообще об этом не знают. Как будто никогда не слышали. Бог терпел и нам велел. А куда здесь? Да где уж нам спастись? То есть как будто скромные такие даются ответы. На самом деле ответы людей, не ведущих и не знающих. И вот с этого момента, когда подходит горе преображения, Господь начинает открывать. Я самый главный вопрос ставлю. Когда будет Господь открывать русскому народу? В какой момент? Дальше. А через кого? Вот хлынули из Запада разные миссионеры, сектанты, проповедуют. Куда ни пойди. Везде проповедуют по Евангелию. Ну не считая там иеговистов. Остальные Библию в синодальном переводе. 66 книг. Нам одной книги хватит, одного Евангелия. На русском языке. Христа. Баптисты признают Его за Бога. За истину. Они прямо говорят, святая Троица. Склово Троица даже адвентисты говорят. Ну и все, которые нынешние сейчас секты, они тоже говорят. Но остаются там не церкви. Почему так близко подошли вплотную уже к тому, что сказал Христос, начал открывать. Вот то, что здесь сказано, это все проповедуют. И католики, и православные, всех толков и армяне. Дальше-то ничего не было сказано. Если Он воскрес из мертвых, значит образована была церковь. Церковь образована, были поставлены учителя. Следует прямо за этим. И разговаривая с любым, кто исповедует Христа во Святой Троице, он должен услышать. А Христос перед воскресением, вот что сегодня читали, Он дунул и сказал, примите Духа Святого. Когда в последний раз вы в своей общине слышали эти слова, примите Духа Святого? Через кого Он дает? И далее вести по всему Писанию. Перед нами поприще, труд необъятный. Вот если взять на этих словах только закончить, вот, а все одинаково понимают. К любому иритику пойди. Ты через три дня воскресни, да старейшина и преданная, да. До конца-то преданность, это может быть мы и предаем его. Потому что те, которые приняли его, они приняли целиком. Что Господь открыл? В момент, когда Он воскрес, явился ученикам, Он дал Духа Святого помазанием. А помазание Вам откроет все. Что церковь была основана Христом однажды, в Сионской горнице. Дальше Кормилию открылось, это язычники стали входить. И больше никогда Он нигде не образовывал церковь. Сектанты вот этот момент всячески обходят. С кем бы Вы ни заговорили. Поэтому материал, который заложен в этих стихах, Он сегодня побуждает опять нас на благовестие. И первые слова сказали, вот какие, идите по всему миру. И только после этого дунул Духа Святого. Евангелисты переменили эти места. Или даже еще не имеющие помазание могут идти свидетельствовать. Думаю, что как только ты услышал, даже еще не приняв крещение, в оглашенных, ты должен идти к своим, к родным, близким и всем свидетельствовать. Вот что мы находим в месте Писания о том, что Христос начал открывать. Я считаю, что должны быть избраны какие-то люди, которым Бог положит на сердце составить новые молитвы. Наши православные молитвы, как говорил Феофан Затворник, очень глубоки. Если бы люди их понимали, вообще на учение никакого не надо было бы. Вот и нужно это, Господи, дай нам свое помазание. Господи, открой народу русскому, что Христос предан. Предан старейшинами, первосвященникам, патриархам, они не знают. И книжники не учат прямо по Евангелию. Молитвы должны быть новые составлены. И об этом надо молиться. Молитвы, составленные прямо по Евангелию. Мы так нуждаемся в этом, Господи. И с этого момента, когда мы начнем говорить, и Бог за тем молитвы, и священник будет исповедовать, а как ты обратился, а как ты принял Евангелие, а кому ты свидетельствовал. И начнется это пробуждение, и воскреснет Христос в третий день, в третье тысячелетие. Аминь. 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 Продолжение следует...